Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о в основных правилах ухода за малиной летней и ремонтантной во второй половине лета и осенью. Август месяц – это период, когда летняя малина уже отплодоносила или оканчивает плодоношение. Она уже выгнала довольно-таки большие побеги-возобновления, а старые начинают потихонечку увядать. И чем мы можем нашей малине помочь в этот период? Во-первых, для того, чтобы она грамотно распределяла свои усилия на будущий год, ей нужно удалить слабую, плохо растущую, либо больную поросль. Для того, чтобы корневая система сконцентрировала все усилия только для самых лучших побегов. Мы должны прореживать наши насаждения. На одном погонном метре не должно быть больше 10-12 побегов возобновления, для того, чтобы ряд не был загущенным, чтобы в нем была хорошая вентиляция. Ягоды прогревались и просвечивались солнышком. Тогда они будут чистые, здоровые и крупные. Те побеги, которые начинают уже усыхать, удаляем, не дожидаясь, пока они усохнут полностью. А те же, которые чувствуют себя вполне хорошо, они еще фотосинтезируют. И пластические вещества из этих листьев потихонечку переходят в корневую систему, в которой они и запасаются, и будут использоваться в дальнейшем. Поэтому такие побеги, здоровые, отплодоносившие, мы оставляем до поздней осени, пока они естественным путем не усохнут. И тогда уже срезаем их на уровень почвы и выносим с участка. Оставлять большие пеньки ни в коем случае не рекомендую. Почему? Дело в том, что за два сезона, которые прожили эти побеги, на них накапливаются различные болезни. И оставляя большие пеньки, мы фактически оставляем какой-то инфекционный запас себе в саду. Дальше. Иногда у нас в саду заводится такое вредное насекомое, называется стеблевая галица. Я думаю, все видели некрасивые желваки на стеблях. Такие побеги надо удалять однозначно. И не просто выбрасывать, а желательно сжигать. Ведь в каждом таком вздутии сидит личинка стеблевой галицы, которая на будущем году начнет заражать новые побеги. Поскольку урожай будет в следующем году только, наша задача сейчас помочь летней малине хорошо перезимовать и подготовиться. Окончить рост. Вы видите, здесь малина еще активно вегетирует. Побеги растущие. Мы видим молоденькие листики. Если позволить ей активно жировать, то вот эти вот кончики побегов не одревеснеют и, скорее всего, подмерзнут и заболеют за зимний период. Поэтому сейчас мы подкармливаем малину удобрениями с повышенным содержанием фосфора и калия и микроэлементами и пониженным содержанием азота. Это поможет ей остановить свое время на рост, одревеснеть побегом и подготовиться к зиме. А микроэлементы, они словно витамины для человека. Они поддерживают иммунитет растения и помогают ему противостоять болезням, вредителям и температурным коллизиям нашего климата. Итак, сейчас мы с вами просмотрим рядочки. Вы видите, здесь все аккуратненько сделано, замульчировано, как положено. Дело в том, что малина – это тот кустарник, который очень любит мульчирование. Ее корневая система поверхностная, и если год выдается засушливой, она очень сильно страдает. Прирост падает в 2-3 раза, и, соответственно, снижается урожайность. Мульча помогает сохранить влагу в почве, помогает создать там хороший температурный режим. И плюс, если вы используете хороший органический материал для мульчирования, например, та же самая травка, травокрошка, льно костра или компост – это еще и питание дополнительное. Инертные мульчирующие материалы типа щипы или коры, они выполняют функцию, я бы сказала, больше такую укрывную, ну и механическую, предохраняют пересыхание. Но плодородие почвы они не улучшают. Кстати, если у вас установилась засушливая погода, не забываем поливать наши посадки. Неважно, что это – малина ремонтантная, летняя, смородина, наши плодовые деревья. Дело в том, что, как я уже говорила ранее, растения, которые испытывают дефицит влаги, они становятся очень восприимчивы и к болезням, и к вредителям. Их иммунитет падает. Итак, внимательно осматриваем наши насаждения. Вы можете видеть, что здесь вот побег, который плодоносил в этом году, он потихонечку усыхает. Мы его удалим в свое время полностью. Удаляем вот на уровень почвы, чтобы не было пенечка. Мы видим два хороших побега возобновления. Хорошо облиственные, с развитым листовым аппаратом. Их мы оставляем. И здесь же вот видим маленький такой росток. Он не успеет одревеснить, он не даст на будущий год никакого урожая, просто оттянет на себя какие-то силы и ресурсы растения. Поэтому его мы безжалостно удаляем. Как можно глубже. Вот здесь можно видеть еще один такой росточек. Не дожидаемся, пока он отрастет очень большим. Удаляем их сейчас. Если у вас где-то пенечек остался вот такой, тоже вырезаем. Не нужно его нам. Итак, разбираем конкретно ситуацию вот этого вот корча малины, как любят их варить наши садоводы. Вот отплоносивший побег. Он будет удален осенью. А вот два прекрасных побега возобновления. Между ними растет более слабый. Его тоже следует удалить. Он гораздо меньше по росту. Раз. А во-вторых, здесь слишком получается густо. В дальнейшем, когда эти побеги в будущем году, весной, начнут ветвиться, давать латералы, латералы, боковые веточки, получится, что они друг другу будут мешать и пойдет загущение. А если следом еще пойдут свои побеги возобновления будущего года, то получится вообще слишком густо. Поэтому, как бы нам не было жалко, самый слабый побег удаляем. Обратите, пожалуйста, внимание и на здоровье вашей летней малины. Впереди у нее еще как минимум месяц-полтора активного роста. И условия в этот период, кстати, очень благоприятны для различных грибковых заболеваний. Таких, как пурпуровая пятнистость, белая пятнистость, антракноз. Сейчас ягод уже нет. Все, плодоношение закончено. Поэтому можно спокойно обработать наши насаждения малины тем же самым азофосом или бордоской жидкостью, или медным купоросом, любым препаратом меди, который хорошо борется с этими зловредными грибками. Особое внимание обращаем при обработке даже не столько на листья, сколько именно на нижнюю часть стеблей, которую активно поражают эти болезни. Препараты меди считаются наименее токсичными при условии соблюдения правил их применения и концентрации из всех химических средств защиты. Поэтому использовать их можно в течение нескольких раз за сезон. Своевременная обработка от грибковых пятнистостих на стеблях поможет сохранить их здоровье в будущем году. Если вы видите, что на побегах вашей малины развились болезни, началось усыхание, вот как здесь, не дожидаемся осени, а удаляем их сразу же, как только заметили первые признаки болезни. Такие побеги тоже сжигаем. Ведь, посмотрите, вот началось отставание коры, некроз побегов. Это все свидетельствует о том, что здесь появились довольно опасные вредоносные заболевания. Им не место в нашем саду. Вот как пример начинающая пурпуровая пятнистость. Малина при хорошем уходе способна дать прирост за один вегетационный сезон до 2,5-3 метров. И согласитесь, такие побеги, которые наклоняются, ложатся на землю, создают серьезные препятствия при уходе за ней. Поэтому уже сейчас можно подвязать эти побеги к шпалере, пристегнуть их. Это облегчит вам жизнь сейчас и облегчит уход в будущем году, когда вы будете проводить весенние работы на своем участке. Если летняя малина уже окончила свое плодоношение или оканчивает, и мы видим, последние редкие ягодки, то ремонтантная только-только вступает в этот период. Какова наша задача в плане помочь малине ремонтантной? Поскольку ремонтантная малина только начинает свое созревание, она цветет, и она будет цвести, завязываться и созревать до самой поздней осени, Наша задача обеспечить ее нужными минеральными удобрениями, теми макро- и микроэлементами, без которых хороший урожай просто невозможен. Таким образом, сейчас мы активно подкармливаем малину удобрениями с небольшим содержанием азота, не минимальным. Используем комплексные удобрения, где азота содержится приблизительно 7, но не более 10%, но и не 3, это слишком мало. Дело в том, что для нее не критична остановка роста, она вообще-то должна расти. Мы срежем все ее побеги осенью, как только она отплодоносит, ее прихватят первые морозы. Но для того, чтобы грамотно вырастить, чтобы получить хорошую развитую ягоду, ведь ей тоже необходимо полноценное сбалансированное питание и обязательно полив. Без полива ремонтантная малина уменьшает свой рост тоже в 2,5, иногда в 3 раза. Если при хорошем уходе она способна давать побеги высотой 1,5-2 метра, то без полива ее высота достигает всего 70 см максимум. То есть для нее вода – это очень важный ресурс, особенно сейчас, когда идет налив ягод и созревание. Таким образом, сейчас, когда она растет, когда она созревает, мы проводим подкормки либо по листу, когда ягоды еще не окрасились полностью, и у нас есть как минимум 3 дня до начала сбора. Либо, что более актуально, я считаю с ней правильно, это полив раствором под корень. Полив раствором удобрений должен проводиться в течение всего периода роста и созревания ягод. То есть это и август, это и сентябрь. Таким образом, она сможет вырастить вам хорошую, красивую ягоду, как видите здесь, выполненную, и вырастить все ваши ягодки такими, какими они должны быть. Следующий момент, на который нужно обратить внимание при уходе за ремонтальной малиной – это нормировка побегов. Фактически, она проводится в течение всего сезона несколько раз. Дело в том, что ее корневая система все время образует новые побеги. Ведь ее основная задача не только дать нам урожай, но и захватить новую территорию, заложить как можно больше побегов, которые дадут продолжение роста в новых местах. Поэтому внимательно осматриваем основание растений. Здесь у нас один побег, а вот здесь, видите, начали образовываться молодые. Они оттягивают на себя силы растений, оттягивают ресурсы, которые поставляет корневая система. Такого быть не должно. Поэтому мы вырезаем их, как только они появились, не давая достигать им большого размера. Понимаете? Когда вы вырезаете вот такой побег, допустим, жирующий пустой побег вот такой высоты, представьте, сколько ресурсов на его выращивание растения потратило, вместо того, чтобы потратить все эти силы, элементы питания на формирование урожая. Следующий момент. Поскольку у нас ремонтантная малина сейчас активно цветет, активно завязывается и созревает, применение любых пестицидов химических на ней должно быть строго запрещено. Да, у нас есть болезнь. Вот появляются, вы видите, первые признаки пурпуровой пятнистости. Да, нам как бы хочется это все быстренько обработать, предотвратить и так далее. Но я считаю, что все-таки важным является качество продукции. И на ремонтантной малине в таком случае лучше использовать биопрепарат типа того же фитоспорина М, либо эко-сада, эко-сила, которые стимулируют естественный иммунитет растения и сдерживают развитие болезней за счет абсолютно безопасных для окружающей среды, для нас, для животных, бактерий. Поэтому, если вы видите, что у вас появляются какие-то нежелательные пятнистости на листьях или на стеблях, используем только биопрепараты и агротехнические приемы. Какие? Как я уже говорила, это прореживание, это удаление излишней поросли. Дело в том, что вот эти заболевания активнее всего развиваются в условиях затенения. Это использование мульчирования, которое не дает спорам, которые находятся на земле, подняться в воздух и заразить новые побеги. После того, как она окончит свое плодоношение, где-нибудь в октябре-ноябре месяце, мы срезаем все побеги под уровень почвы вместе со всеми пятнышками, все без исключения, и сжигаем, таким образом уничтожая весь инфекционный запас. Надеюсь, малиновый сезон в вашем саду будет длиться до поздней-поздней осени, радуя ароматными ягодами, радуя вкусным вареньем и просто красивым видом прекрасных, здоровых, плодоносящих растений. С вами была Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер-фитопатолог. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики, советуйте их друзьям. Мы всегда рады вам помочь. Процветания вам и вашему саду! Редактор субтитров А.Семкин